Здравствуйте! Я кадет Краснодарского президентского кадетского училища Григорьев Александр. Представляю вам проект по теме создания легкой грузовой бронетехники для поддержки пехоты. Целью нашего проекта была создать универсальную модель бронированного военного грузовика для поддержки пехоты с возможным будущим принятием его на вооружение. Актуальность – это необходимость усиления пехоты Российской Федерации в связи с накляющейся политической обстановкой между странами НАТО и Российской Федерацией. Особенности. Машина выполнена с особыми углами бронирования, которые увеличивают броню автомобиля. Специальная броня для защиты – это круговое бронирование, которое позволяет равномерно защищать все детали и модули автомобиля. Специальные приборы. На автомобиль могут устанавливаться приборы лазерного целеуказания, лазерный дальномер, а также приборы ночного видения. Специальная подвеска. Утяжеленная подвеска позволяет повысить грузоподъемность автомобиля, а также балансировку на поворотах. Специальное вооружение. В кузов автомобиля могут устанавливаться различные орудия массой до 5 тонн. Специальность некоторых членов экипажа. У членов экипажа должна быть специальность, акцентированная на том, чтобы знать IT-технологии, а также уметь пользоваться современным оборудованием. Специальные механизмы. В автомобиль встроен двигатель V16, а также коробка передач на 7 скоростей. Специальное программное обеспечение. Под толстым слоем в 3 см бронестекла установлен дисплей, который сканирует местность, может включать прибор ночного видения, а также обнаруживает противника, что позволяет участвовать автомобилю в разведывательных операциях. Программа, в которой была выполнена работа, это Blender. Профессиональная программа для 3D-моделирования, способная создавать как 2D, так и 3D-анимацию, а также монтаж видео со звуком. Также там используются компоненты с помощью узлов, но декомпозит. Программа в настоящее время достаточно популярна в связи с ее быстрым прогрессированием. Здесь вам представлено планирование объекта. Здесь вы видите скриншоты экрана во время моей работы. Вид сбоку, вид сверху. Преимущества. Имеет приходство по скорости и бронированию. А также в кузов могут быть установлены различные орудия массой до 5 тонн. Возможность смены орудий, устанавливаемых сзади. И возможность перевозки крупногабаритных грузов, а также пехоты. Недостатки. Высокая стоимость материалов в производстве. Перечень материалов и агрегатов. Двигатель V16. Крупногабаритная подвеска с балансировкой. Коробка передач на 7 скоростей. Приводы 4х4. Сталь AR500 для бронирования. Преимущества материалов и агрегатов. Двигатель V16 дает нам мощность в 800 л.с., что позволяет разгонять автомобиль от 80 до 100 км в час. Сталь AR500 имеет повышенную прочность, способную выдерживать попадание 75-м орудия, а также крупнокалиберного пулемета. И это только при 1 см брони. Недостатки материалов и агрегатов. V16 нагревается до высокой температуры и требует высокий уровень комплектующих. Сталь AR500 имеет очень высокую стоимость в связи с тем, что в ее сплав входят дорогие металлы. Местное бронирование и тактико-технические характеристики. Круговое бронирование 40 мм. Бронестекло толщиной в 3 см. Мощность двигателя 800 л.с. Средняя скорость по шоссе 60 км в час. Грузоподъемность 5 тонн. Виды устанавливаемых орудий. Мелкокалиберные автоматические винтовки. Мелкокалиберные пулеметы. Крупнокалиберные пулеметы. Крупнокалиберные винтовки. Орудия до 75 мм. И весом до 5 тонн. Здесь вам представлена готовая 3D модель в распечатке. Вид сбоку, спереди и сзади. Также у нас имеется уже готовая модель, выполненная у нас в училище на принтере. Нам удалось создать пусть не идеальную, но достойную уважения модель, которая может усилить силы Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова